МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите выпуск новостей, подготовленный информационным агентством Курганру. В студии Алексей Старцев. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе и губернатор Курганской области обсудили перспективы развития Курганского машиностроительного завода. Подробности визита на градообразующее предприятие узнаете из сюжета. Исполнительный директор Курганмашзавода Петр Тюков провел экскурсию по предприятию для Николая Цуканова и Алексея Кокорина. Гостям было продемонстрировано сборочно-сдаточное производство, где ведется конвейерная сборка боевых машин пехоты, десантных бронетранспортеров. Работы ведутся в рамках гособоронконтракта. Глава завода отметил, что на производстве проведена реконструкция, оборудованы новые уборочные склады, что обеспечивает оперативность сборочных операций. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин в ходе рабочего визита сообщил полпреду, что держит ситуацию с КМЗ на личном контроле. Налажен диалог с представителями госкорпорации Ростех, которая занимается оздоровлением предприятия. В течение года корпорация планирует выделить заводу порядка 12 миллиардов рублей. По словам Петра Тюкова, ситуация на заводе стабилизировалась. Заработная плата сотрудников уплачивается своевременно и в полном объеме. Николай Цуканов обратил внимание на сохранение налоговой базы в областной бюджет, так как КМЗ является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Кроме того, губернатор, полпред и руководитель завода обсудили вопросы расширения поставок гражданской продукции, в частности уборочных машин МКСМ-800 в регионы России. Антон Тиженков, Ульяна Чапала, информационное агентство «Курган.ру». Курганская область – регион непростой. Непростым он был и в советские времена. Полномочный представитель президента ВУРФО Николай Цуканов завершил свою рабочую поездку по нашему региону. Одной из ключевых тем, которую он обсудил с Алексеем Кокуриным, это тарифы на электроэнергию для хозяйствующих субъектов. Подробности в материале Михаила Котельникова. После посещения ряда предприятий и социальных объектов в ходе своего рабочего визита в Курганскую область полномочный представитель президента России Николай Цуканов провел совещание по вопросам социально-экономического развития за Урали. Николай Цуканов подробно остановился на тех неотложных вопросах, которые необходимо решать в Курганской области, исходя из проведенного анализа. Он начал со сферы строительства, которая должна сделать рывок при условии социально-экономического роста в регионе. Здравоохранение, агропромышленный комплекс, экология, промышленность. Полномочный представитель президента Российской Федерации остановился на каждом из этих направлений, а также других важных вопросах. Содержательная познавательная поездка, но она первая. И те предприятия, которые я сегодня посмотрел, достаточно качественная технология, современные заводы загружены заказами. Нужно еще раз обратить внимание на те предприятия, которые уже работают качественно, посмотреть, нужна ли им государственная поддержка с точки зрения приобретения новых технологий и оборудования. Также Полпред отметил улучшение инвест-климата, стремление снизить государственный долг за Уралия, но все же просил уделять большое внимание контролю за своевременной выплатой заработной платы на предприятиях, где с этим существуют сложности. Глава региона Алексей Кокорин остановился на вопросе развития агропромышленного комплекса, который может прокормить не только свой регион, но и соседний. Курганская область занимает первое место в Урфо по валовому сбору зерновых, картофеля, овощей по производству молока. И второе место по производству скота и птицы. Самое основное, на что мы ставим сейчас упор, это сельское хозяйство, естественно, это самозанятость на селе, то есть это и новые технологии, это крупные агрохолдинги. В промышленном секторе это открытие новых производств, если не новых производств, это расширение линейки, выпускаемые продукции уже на существуемых предприятиях. Он также обозначил и проблемные вопросы, которые не раз поднимал на федеральном уровне. Это снижение энерготарифов для юридических лиц, выработка мер поддержки Зауралия как приграничного региона, проблему утилизации твердых бытовых отходов. Эти темы, поднятые губернатором, обсуждались в ходе совещания. И Николай Цуканов заверил, что при необходимости поддержит решение этих вопросов. Это несправедливо, когда тарифы в округе, самые высокие, в самом, можно сказать, бедном регионе округа. Вот это задача номер один, и я думаю, что как раз это и есть точка применения наших совместных усилий. Также на совещании Николай Цуканов вручил благодарственные письма президента Российской Федерации ряду зауральцев, внесших заметный вклад в развитие региона. Михаил Котельников, Александр Киселев, Лидия Гайгротцева, информационное агентство «Курганру». Руководство администрации города Кургана отправились в рейт, чтобы проверить, как идет благоустройство общественных территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». Подробности далее. Благоустройство дворовых и общественных территорий в Кургане идет полным ходом. Глава города Кургана Сергей Руденко и ситименеджер Андрей Потапов проверили ход ремонтных работ на нескольких объектах. Среди них сквер на пересечении улиц Ленина и Пушкина, средняя общеобразовательная школа номер 45, а также дворовая территория многоквартирного дома по улице Галкинская, 53. Все необходимые работы в сквере уже выполнены. Установлены новые скамейки и урны, а также проведена замена асфальтобетонного покрытия. А вот на территории школы номер 45 еще ведется ремонт. На данный момент уже проведен снос аварийных деревьев, готовится установка ограждений и спортивных площадок с резиновым покрытием. Глава Кургана Сергей Руденко отметил, что благоустройство школьных территорий первостепенно и нужно сделать все необходимое для того, чтобы дети чувствовали себя в комфорте и безопасности. И то, что на школьных дворах сегодня появляется, кроме асфальтового покрытия вокруг здания, будет появляться современное спортивное сооружение, открытые тренажерные площадки, я думаю, это нормальный, хороший, реальный шанс, так сказать, создать то ядро вокруг школы, в котором должны собираться люди с семьями. На наш взгляд, на 45-й школе процесс сегодня идет. Я думаю, к сентябрю в месяц здесь все будет готово. Все контракты должны закончиться к 15 августа, для того, чтобы 1 сентября дети пришли уже на благоустроенные территории и на те спортивные площадки, которые будут сделаны. На территории многоквартирного дома по улице Галкинская, 53, также еще ведутся ремонтные работы. Заместитель председателя совета дома Анатолий Попов рассказал, что ожидает от программы «Комфортная городская среда», а также отметил, что и сами жильцы примут активное участие в облагораживании двора. Да главное нам стоянку организуют и детскую площадку, на которой могут дети там футбол погонять, волейбол поиграть. Конечно, мы в перспективе надеемся здесь, значит, посредством сбора денег, поставить изгородь там и там, значит, чтобы проходной двор не делать. Напомним, что общественные территории выбраны курганцами в ходе рейтингового голосования, которое прошло в рамках проекта «Комфортная городская среда». Дмитрий Долгих, Тимур Нутсулханов, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру. Люди предпенсионного возраста будут обеспечены рабочими местами. Также им будет предложено пройти переобучение. Об этом в интервью нашему информационному агентству рассказал управляющий отделением пенсионного фонда по Курганской области Александр Сапожников. «Предполагается, что правительство примет ряд мер, о том, чтобы через Минстерство труда, службу занятости, дополнительно будут выделяться средства на обучение, переобучение. Но это для людей старшего возраста, которые будут как бы, вот есть опасение, что они будут невостребованы. Такое опасение есть, и об этом также правительству предлагает ряд мер принять, которые бы позволяли работодателям более бережно относиться к этой категории, а не так, что сегодня, если тебе больше 50, тебя уже на работу никто не берёт. На Министерство труда возложена обязанность следить за тем, чтобы права пожилых сотрудников не были ущемлены. Для той категории работников, кому с возрастом будет тяжело справляться со своими обязанностями, будет работать целая система переобучения, в том числе и обучения компьютерной грамотности, не сдвигается внимание и с молодёжи. Александр Сапожников считает, что будущее за рабочими специальностями, дефицит которых сложился на сегодняшний день на рынке труда. В этой сфере будут востребованы как молодые специалисты, так и опытные. Алексей Старцев, Ульяна Чапала, Дмитрий Тихонов, Александр Карбов, информационное агентство Курганру. Администрация города Кургана приняла решение о переносе сроков перекрытия центральных улиц, на которых запланированы ремонтные работы. По сообщению Водного союза, перекрёсток улиц Гоголя и Ленина будет закрыт не с 19 июля, как сообщалось ранее, а с 23 июля. Таким образом, будет сдвинута и дата открытия для движения транспорта на 5 августа. Автобусы поедут объездными маршрутами. Также сдвинутся сроки перекрытия улицы Коли-Миготина на участке от Тобольной до Красина. Здесь работы начнутся 21 июля. Износ коммуникации по дорожным полотном на этих участках почти стопроцентный. Никто не застрахован, но нужно быть осторожным. В Заурале животные покусали более 1200 человек. И это лишь те, кто обратился за специализированной помощью. Таковы официальные данные регионального Роспотребнадзора за первое полугодие этого года. Причем, как уточняется ведомством, 11 человек из общего числа пострадали от диких животных. Трое из которых, енотовидная собака, лиса и бродящая собака, были заражены вирусом бешенства. Все пострадавшие прошли необходимое лечение. Ведомство напоминает, бешенство в 100% случаев для людей заканчивается летальным исходом. Приобретайте животных только в специализированных организациях и при наличии ветеринарного освидетельствования. Обязательно проводите вакцинацию домашних животных. И не кормите с рук и не гладьте уличных животных. Губернатор Алексей Кокорин провел рабочую встречу с начальником отдела Росгвардии по Курганской области Андреем Быстровым. Основной темой разговора стали результаты оперативно-служебной деятельности отдела за первые 6 месяцев текущего года. Подробности далее. Руководитель силового ведомства акцентировал внимание на том, что сотрудники и военнослужащие отдела Росгвардии приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности жителей региона и гостей Всероссийского сельского Сабантуя в селе Эльменево. Также аналогичные задачи выполняли в период майских праздников и Дня России. Серьезных происшествий допущено не было. Как отметил Андрей Быстров, в целом региональный отдел получил положительную оценку своей деятельности от командования Уральского федерального округа. Также в ходе рабочей встречи шла речь и о переезде на постоянное место дислокации отдела Росгвардии. Андрей Быстров рассказал, что все необходимые документы и согласия различных ведомств получены. К 1 октября сотрудники и военнослужащие планируют переезд в обновленное здание. Алексей Кокорин отметил, что в прошлом году закончилось становление территориальных подразделений Росгвардии. На сегодняшний день все подразделения оптимально встроены в структуру правоохранительных органов Российской Федерации и Курганской области. С переездом в новое здание недалеко от центра Кургана условия работы сотрудников и военнослужащих станут оптимальными. Это закрепит статус отдела Росгвардии, позволит и дальше выполнять все задачи, поставленные командованием в полном объеме. На парламентских слушаниях партии ЛДПР был поднят вопрос о состоянии фарм-индустрии и оптичной системы страны. Какие реформы необходимо провести, смотрите далее. Нужно закрывать аптеки, где продаются поддельные лекарства и наказывать виновных согласно уголовному кодексу. Должна быть полная национализация всех фарм-предприятий и аптечной сети. У нас наоборот. Все в частных руках. Мы пытаемся защитить наших национальных производителей, но это труднее делать, когда предприятие находится в частных руках. Все лекарства должны продаваться только по рецепту врача. Лекарства должны относиться к тем пяти позициям, наименованиям, которые должны быть только в руках государства. Это лекарства, алкоголь, табак, наркотики, оружие. Пять. Это частный сектор, близко подпускать нельзя. Должен быть создан полный цикл производства препаратов на территории России. В первую очередь жизненно необходимых. Вот с инсулином что делают они? Производятся в Дании, а упаковывают здесь. Считается, что они здесь разместили производство. Упаковку без вас упакуют. Надо, чтобы мы еще сами производили полный цикл лекарств. Реклама медицинских препаратов должна быть запрещена во всех средствах массовой информации. Ну как можно рекламировать лекарства? Люди начинают заниматься самолечением. Бегут в аптеку, покупают. Процентов, наверное, 30 у нас людей погибают. Впоследствии выясняется, что это было самолечение. Люди должны бояться покупать лекарства. Только с рецептом врача. Все лекарства должны быть с рецептом. Удобства и новые технологии совсем рядом. Теперь с помощью обычного смартфона можно открыть дверь в подъезд. Это стало возможным благодаря аукции теледомофон от компании Интерсвязь. В Кургане все большую популярность набирает бесключевой доступ в подъезды многоквартирных домов. Каждый день инженеры компании Интерсвязь подключают десятки домофонов к своей инновационной технологии. Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты становились лучше и удобнее. Сейчас в Кургане работает уже более тысячи устройств теледомофонов. Но все-таки наша главная задача – это не просто установка оборудования на каждый подъезд. Мы хотим, чтобы этими технологиями было удобно пользоваться. И именно этим мы сейчас и занимаемся. Напомним, что опция «Теледомофоны» в мобильном приложении Интерсвязь позволяет пользователям открывать подъездную дверь, нажав на кнопку в своем смартфоне. Для удобства пользования специалистами компании был разработан виджет «Домофоны». Это отдельное поле, которое можно поместить на экран смартфона, содержащее в себе кнопку открытия и адрес домофона. Нужен он для того, чтобы пользователь мог открыть подъезд, не заходя в само мобильное приложение, то есть в одно касание. Услуга «Теледомофон» пользуемся регулярно. Тем более бывают такие моменты, когда ты торопишься и некогда найти ключи в сумке. Телефон всегда под рукой, это стало удобнее с появлением виджета от Интерсвязи. Теперь даже разблокировать телефон не нужно. Ты просто нажимаешь кнопку и заходишь в подъезд. Интересно узнать и мнение самих жителей областного центра об услуге «Теледомофон». Насколько она полезна? Услуга «Теледомофон» никогда не пользовался, но интересно, думаю, обязательно попробуем. Пользуюсь услугой часто, очень нравится. Особенно люблю удивлять друзей. «Теледомофоны» — это опция в мобильном приложении Интерсвязь, поэтому если оно у вас не установлено, воспользоваться опцией не получится. Чтобы скачать приложение, перейдите в магазин Google Play или App Store, введите в поисковой строке слово «Интерсвязь» и нажмите кнопку «Установить». Пользоваться услугой можно абсолютно бесплатно. Известные земляки вновь собрались на своей родине. 18 июля в Кургане отгремел фестиваль искусства «Середина лета». На концерте побывала и наша съемочная группа. Вот уже девятый год подряд в рамках проекта «Всемирная встреча земляков за Уралия» в областной филармонии проходит фестиваль, который собирает всех наших известных артистов вместе на одной сцене. Встреча земляков помог осуществить организатор Вадим Коробейников. В этом году в концертной программе приняли участие более 50 музыкальных коллективов. Право открыть традиционный фестиваль досталось лауреату Всероссийского международного конкурса Ирине Новиковой. Затем зрители увидели прекрасные выступления солистов Челябинского академического театра оперы и балета Дмитрия Никитиной и Екатерины Чебыкиной. Абарт Марина Дмитриева исполнила на родной сцене свои авторские песни. Конечно же, не обошелся праздники без нашего земляка, заслуженного артиста России Юрия Гальцева. В этот день концертный зал филармонии был забит под завязку. Уж очень сильно соскучились курганцы по своим любимым артистам. Антон Тяженков, Тимур Нуцулханов, Дмитрий Тихонов, Александр Немков. Информационное агентство Курганрук. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее смотрите новый выпуск программы «Удачи на даче». С вами мы увидимся в одном из следующих выпусков. До свидания. Ни одна замороженная ягода не сравнится с ароматной и сладкой клубникой. Уверены многие дачники согласятся, что это самая вкусная и красивая ягода на приусадебном участке. Но мало ее иметь у себя на даче. Хочется получить большой урожай. Как этого добиться, мы решили узнать в питомнике сады Зауралья. Там сконцентрированы лучшие достижения нашего региона. В чем заключаются основные правила выращивания клубники? Как правило, все саженцы любят рыхлые черноземные почвы. Точно так же и земляника. Стараться брать молодые усы, чтобы было два листочка и серединка, и белый хороший корешочек. Вот и все любят рыхление. Нужно ли ее подкармливать в течение сезона? Если да, то чем? Да, подкармливать, конечно, безусловно, надо, потому что сейчас все равно уже земли у нас не такие плодородные. Весна – это идут фосфорные удобрения, допустим, осень – это калийные удобрения. Чем клубника отличается от Виктории? Как таковой клубники такого сорта нет. Но, может быть, кто-то уже и вывел этот сорт. А вообще все эти культуры называются земляника садовая. Еще Петр Первый завез первую землянику к нам сюда, в Россию. И называлась она сорт Виктория. Вот, видимо, с тех времен мы так и привыкли называть Виктория и все. А вообще эта культура вся земляника садовая. Чем обычные сорта отличаются от ремонтантных? Главное отличие – ремонтантная земляника плодоносит два раза за сезон. Есть сорта, которые три раза за сезон плодоносят, которые можно выращивать тепличным образом. Я считаю, что простой сорт земляники крупноплодный. У нее вкусовые качества намного лучше, и урожай она дает больше. Единственное, что, конечно, у ремонтантной земляники продолжительность потребления свежей ягоды достаточно дольше, чем простая земляника. Очень много зауральцев мечтает приобрести землянику сорта Максим или Гигантеллу. Стали бы вы ее советовать? Сейчас очень много сортов, которые, ну, будем говорить, наверное, намного лучше, чем Максим и Гигантелла. У нас сейчас представлено 8 районированных перспективных сортов. Это элитная земляника – дукат, сара, зефир. Вот эти сорта из поздних – полька. То есть я вот рекомендую приобрести эти сорта, и будете всегда с ягодами. Это уже наиболее новая земляника, которая более устойчива уже к разным заболеваниям. Почему ягоды земляники могут быть не сладкие? Это зависит от многого. Первое, значит, нужно подбирать сорт. Есть ягоды кисло-сладкие, есть сладкие. То есть смотрите наличие, допустим, сахаров в этой землянике. Ну и почва. Погода. Тоже, говори сама за себя, если лето более жаркое, значит, ягода наливается и будет более сладкая. Ну, если, конечно, дождливая и холодная, то, само собой, ягода будет более кислая. Заливать землянику ни в коем случае не надо. То есть поливаете землянику два раза в неделю, это если очень жаркая погода, но хорошо обильно. Если, конечно, дождливая, там уже смотрите по увлажнению почвы. Почему сортовая земляника со временем стала мельчать? Если ремонтантная земляника, ее желательно через три года пересаживать, постоянно обновлять. Если это простая крупноплодная сорта земляники, через пять лет нужно все равно ее обновлять, обрезать, то есть садить молодые кусты. Поэтому могут ягоды мельчать, допустим, загущенность получается сильно. То есть за этим, за всем надо следить и постоянно рыхлить почву. Как добиться стабильного, обильного урожая? Во-первых, ну, это удобрение. В первую очередь, значит, чтобы земля была рыхлая. Когда ягода зацветает и дает первые ягоды урожай, обязательно убирать все усы, чтобы куст не тратил свои силы на ус и чтобы отдавал всю силу ягоде. Какие вредители любят землянику? Как с ними справиться и когда нужно проводить обработку? Основные заболевания клубники – это белая пятнистость. Это, значит, бывает фитофороз – это вот такое заболевание. Долгоносик очень поражает землянику, поэтому обязательно нужно обрабатывать. Значит, есть такое средство, фитоспорин называется. И можно обрабатывать почву, обязательно нужно, и также само растение. То есть разводится, на упаковке написано, как разводить, как чего. Если появилась белая пятнистость, а значит, здесь бордовская смесь, тоже обрабатывается три раза, через 10 дней. Обязательно после плодоношения ягоды обрезается полностью весь листовой аппарат, оставляется только серединки. И к сентябрю месяцу она одевается в чистый, здоровый листовой аппарат и уже будет готова к зиме. Вторая половина июля – начало августа – самое прекрасное время для посадки клубники. Помните эти простые рекомендации специалиста и приобретайте только проверенный посадочный материал. А хотите лакомиться сладкой ягодой до самых заморозков – сажайте на участке разные сорта ремонтантной клубники. Поверьте, вы об этом не пожалеете. В последнее время приставка «эко» или «фермерский» обозначает не только высокое качество, но и безопасность продукта. По этой самой причине многие из нас и держат дачи. В течение сезона выращиваем овощи, фрукты и ягоды, которые не только наполняют нас витаминами летом, но и будут прекрасным подспорьем осенью и зимой. Другой вопрос – как избежать применения на своих участках химических препаратов в борьбе с вредителями. Ответ прост, и многие им пользуются уже не один год. Это посадка на своих участках растений друзей. И как оказывается от плодожорки, которая наносит большой урон плодовым и кустарникам, может помочь рядом посаженная полынь, пижма и бузина. Заодно это будет неплохим ландшафтным решением. Растения обладают неповторимым цветом и рисунком листа. А вот надоедливого колорадского жука можно спугнуть на соседний участок, посеяв рядом чеснок, фасоль, горох, лук или петрушку. Это не выведет его совсем с сада, но значительно снизит его количество. Правда, таким способом хорошо будет защитить и другие посленовые в своем саду, потому что он может перекинуться на них. Муравьи. Вреда от них практически никакого нет, разве что они идеально расселяют по саду тлю. Они для нее своеобразные коровы, которых они дуют ради сладкой росы. Народные средства и приманки в отношении них часто бывают бессильны. Зато сильный аромат мяты, базилика, тимьяна, он же чабрец, лаванды, пижмы и валерьяны их может заставить покинуть участок. Сейчас самое время, когда силу набирает капуста, салаты и земляника. У всех них есть общий враг – слизни и улитки. Однако пряные травы и тут способны отпугнуть вредителей. Посадите рядом розмарин, петрушку, укроп и чеснок. А вот морковь прекрасно справляется с появлением паутиного клеща. Также он недолюбливает кориандр, укроп, бархатцы, календулу и дельфиниум. Настурция не по нраву придется белокрылки, капустным гусеницам, предотвратит развитие грибковых заболеваний, пугает мышей, крыс и даже колорадского жука. И не забывайте, зеленая масса растения является прекрасным органическим удобрением. Перемешивая ее с землей, мы помогаем ей не истощиться и дать лучший урожай на будущий год. Встречайте новый телесейм. Читайте в новом номере журнала телесейм. Алла Пугачева призналась, что не может справиться со старением. Звезды в купальниках. Кто не сумел выбрать подходящий? Тайные причины, мешающие похудеть. Новый номер телесейм в продаже со среды 18 июля. Покупайте телесейм в супермаркетах Метрополис, Магнит и в сети магазинов Лето. Интернет-магазин Столплит представляет мебель по традиционно низким ценам. Только в июле. Стенка Прада по цене 9 990 рублей. Столплит. Доступная мебель. Здравствуйте, дорогие мальчишки. С радостью узнал о том, что у вас в Кургане проходит такой замечательный футбольный турнир. Хочу передать вам горячий привет. Спасибо вам большое. Вы огромные молодцы. Занимаетесь спортом. Продолжаете слушать родителей. Хорошо учиться. И я не сомневаюсь, наступит день, когда кто-нибудь из вас станет большим спортсменом. И я об этом обязательно расскажу. Крепко обнимаю и пусть победит сильнейший. Вперед! Вселенная возможностей для вашей информации. Быстро нарезать овощи кубиками, натереть фрукты тонкой соломкой или кольцами. Вам поможет универсальная овощерезка Найсер Дайсер Плюс. Этот уникальный немецкий прибор идеально подходит для фруктов, овощей, грибов и мяса. В комплекте 6 оригинальных лезвий для шинковки, 2 вида терок, контейнер для сбора. Всего за 999 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. Найсер Дайсер Плюс – ваш кухонный помощник. Первая киберарена Кургана открывает для вас свои двери. 10 мощнейших игровых станций, крутая клубная атмосфера, регулярные турниры и ивенты. Е-клаб – твой прямой рейс в киберспорт. Приходи, мы ждем именно тебя. Дом с минимальной стоимостью квадратного метра. Дом, который возводится легко и быстро. Дом, где детей не ставят в угол. Добросфера. Добрые дома. 18 июля вышел в свет новый номер газеты «Зауральский курьер». Читайте в номере. Тяжелые последствия шейного остеохондроза. Как предотвратить? Какую кровлю выбрать для будущего дома? Подробная телепрограмма, реклама и бытовые объявления. «Зауральский курьер». Читайте бесплатно. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Сюзанна Искаян. В пятницу синоптическая карта севера Зауралья будет представлена обширным антициклоном с характерной для него малооблачной и сухой погодой. А вот по югу региона будет скользить атмосферный фронт, сопровождаемый шлейфом разрозненно кучево-дождевых облаков. В Екатеринбурге плюс 19, плюс 21. В Челябинске плюс 23, плюс 25. В Тюмени плюс 20, 22. Кратковременный дождь. В Кургане облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17. Днем в Кургане облачно с неустойчивыми прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Грозовое положение. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 миллиметра ртутного столба. 20 июля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!